При ДТП с вызовом полиции на оформление аварии уходит, как правило, несколько часов. Но можно уложиться за 15 минут и не ездить за справками по инстанциям. Для этого достаточно оформить аварию по Европротоколу, без вызова полиции. Водители на месте самостоятельно заполняют извещение о ДТП и спокойно разъезжаются. Подобная практика давно и успешно применяется за рубежом. Отсюда и название. Но такой протокол можно составить только в нескольких случаях. Если ущерб, по их оценкам, не превышает 100 тысяч рублей, если они оба согласны с виновником, кто, то есть виновник они сами определили, а сайты не вызывают у них никаких сомнений, они в этом случае могут составить так называемый Европротокол и обратиться в страховую компанию. Если при ДТП не причинен никакой материальный ущерб третьим лицам, то есть либо дорожно-транспортной инфраструктуре, так называемые дорожные знаки, светофоры, бордюры, в этом случае также составляется Европротокол. Здесь ситуация классическая. Водитель Приоры врезался в Датсун, который остановился на переходе, чтобы пропустить пешехода. Я ехал на день рождения, очень сильно торопился. Перед пешеходным переходом остановился пропустить пешехода и почувствовал толчок. Ну, так как я очень тороплюсь, ну, такая ситуация, мы просто решили не вызывать инспекторов ДПС и оформить Европротокол, потому что это очень быстро, удобно, вот. И советую всем пользоваться этим, этими услугами. Повреждений практически нет. Небольшая царапина на заднем бампере. Второй водитель от своей вины не отказывается. Ехал по дороге, спереди водитель на Датсу не притормозил, и я не заметил. Он притормозил перед пешеходным переходом. Я притерся бампером в его бампер. Есть небольшие потертости, сотрудников ДПС не будем вызывать, потому что это займет много времени. Оформим Европротокол, он у меня есть с собой, и разойдемся. В протоколе указали виновника аварии. Оба водителя поставили свои подписи. Именно по этим пунктам страховые компании ориентируются, кто и кому должен возместить ущерб. Также молодые люди сфотографировали место аварии и повреждения автомобиля на камеру телефона. Документы по Европротоколу нужно подавать в страховую компанию, где был куплен полис ОСАГО, что и сделал водитель Приоры. В итоге экономия времени налицо. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.